привет с вами я роман гарелик это 8 дайджест по счету по моим ощущениям так уже 88 но всего лишь 8 небольшая такая еще цифра вот что хочу вам рассказать в самом начале я сегодня зашел на и ворс дабы посмотреть что еще добавить нашу подборку и вы увидел что в категории победители за всю эту неделю вышли все те сайты которые мы обозревали в прошлом дайджесте то есть на момент записания прошлого дайджеста 7 они были в категории номинанты в на этой неделе они все взяли награды сайт дня поэтому что можно сказать мне и моему вкусу доверять можно официально об этом заявляет эвордс и подписчики эвордса которые выбирают эти сайты а вторая новость это о том что я упоминался в седьмом дайджесте то что у нас должен только выйти а сейчас уже вышел четвертый урок на момент записи дайджеста наверно уже будет ну то есть выхода там 5 6 урок в сети вот и вы можете посмотреть как создается сайт с интересной нетипичной версткой интересные увлекательной композиции как сделать интерактив и завлечь пользователя не супер сложными эффектами где там что-то рисуется переворачивается искажается просто интересным взаимодействием которое увлекает человека в такое можно сказать путешествие то есть ему нравится взаимодействовать с этим сайтом об этом обо всем рассказывается в этом курсе и конечный урок то есть у нас еще выйдет два урока по адаптивной верстки то есть у нас будет адаптивная верстка это когда для разных версий десктопа и планшета еще один будет урок чисто для про мобильную версию и заключительный урок будет про то как анимировать этот макет я на примере программы про то пай очень замечательной программы и самое главное недорогой буду показывать как этим пользоваться причем вы можете попробовать там помню трехнедельный бесплатный период в которой можно любой проект за три недели я уверен что можно анимировать поэтому если вас заинтересовала эта тема и вы хотите просто может быть вы не будете повторять за мной или вы хотите просто узнать какие-то секреты приглашаю ваш наш мини курс я конечно рекомендую все-таки попробовать и делать не мой макет а делать что-то свое на базе тех знаний которые говорю потому что я рассказываю как на основе информации на основе эмоций на основе ощущений от продукта мы создаем наш сайт наш продукт и из этого выстраивается типографика и композиция ну и взаимодействие с пользователем давайте начнем смотреть что у нас сегодня есть первое сайт это конструктор онлайн конструктор вообще это рисовалка здесь можно стать холст и что тут на в нем рисовать но главное его преимущество я считаю это то что здесь можно выбрать какие-то изометрические наборы да и лего например и выкладывать то есть здесь можно создать изометрическую иллюстрацию здесь очень много различных наборов здесь можно background выбрать а ну я так понимаю это вот выделяешь не пофигу ему почему-то инфографику можно выбрать да то есть какие-то вот блоки это все дело увеличивать уменьшать в общем такой инструмент кому-то может быть полезно здесь вот не забывайте что здесь есть ползунок в него фиг попадешь но его можно достать ты поработать с ним нажмем cancel почему-то не сохраняет выкинем call to action и есть различные но они у нас почему-то не изометрические странно дорога даже есть вот какие-то маршруты можно прокладывать очень интересно не буду вас задерживать этим я думаю вы суть поняли что можно какую-то простецкую иллюстрацию для какого-то проекта сделать и она будет довольно таки интересный живой идем дальше а этот сайт я его добавил в поддержку в отечественном производители потому что хоть он на английском и все такое тут иностранное его выдает вот эта надпись на этом баке мне понравилась эта история она во первых похожа на прошлый кейс из 7 выпуска про airpods и вдохновляясь по ходу этим сайтом ребята сделали сайт о каких-то цистернах для заводов для хранения каких-то не знаю газов не газов но чего-то под давлением похоже там содержится что-то такая интересная конструкция здесь просто мне понравилось как рассказывается storytelling здесь вот эти раскадровки с одного ракурса потом с другого здесь единственная проблема всех этих сайтов что пока не прогрузились промежуточные кадры они работают довольно таки рисковато и вот так то есть мы показали со всех сторон продукты у нас это не разные картинки все одна и та же картинка вокруг которая простраивается весь контент мне довольно таки симпатизировать но здесь учета уже как-то кучно сразу стало какой-то кишмиш а вот то как рассказывается просто сцерном не довольно таки нравится дальше идем это фестиваль мираж современного там digital искусства мне очень нравится их заставка какой-то здесь еще кул должен распространяться и довольно таки очень брутальный дизайн да то есть такие табы меню все очень просто hover интересные о постановились посмотрели здесь есть эффекты они не здесь но сайт не блещет огромным количеством шумных каких-то эффектов всего это чтобы плавала расплывалась и тому подобное все построен на типографике почитал понравилось кликнул перешел начал смотреть а то есть все здесь очень понятно просто я так понимаю это расписание инсталляции и кто их участники создатели все вот собственно ценники и время мне нравится можно перейти еще посмотреть получается про инсталляцию не походу на следующий день просто листает а вот собственно правильно про инсталляцию проекту рассказывать да ну вот такой интересный сайт с интересной версткой да вот эта блочность блочная верстка ничего лишнего просто градиент 1 1 шрифт 1 гарнитуры сеточка вот эти линии на нас уберегает от большого количества воздуха который в данном момент но в данном случае он нам не нужен потому что нужно много информации передать и он показывает эту ощущение структурности какой-то и в одновременно современности какой-то необычная или необычный подход мне очень нравится мне очень нравится вот эти табы они сейчас модные может быть вы заметили вот так у теги пишут довольно таки мало места воздуха в этом к в этой кнопке за круглая кнопка с контуром они еще бывают разного цвета и в двух цветах от или в двух цветах или они еще цветные у фигмы такой дизайн давайте пойдем дальше у меня очень много десертов на конец выпуска приготовлен для вас и это не реклама наших новых курсов вот это реально прикольные проекты которые хочу вам показать в самом конце а здесь мне понравилась простота и еще такой момент то что мы с нашим куратором максимом на основном курсе обсуждали недавно с интерфейс магазина он сейчас делает проект для магазина эко и мы там обсуждали именно карусель что он предложил карусель точнее товары они уходят в бок то есть не просто у нас такая сетка товаров она немножко уходит в бок и здесь на этом сайте она была представлена здесь единственно нужно дождаться пока прогрузится мне это очень понравилось мне очень понравилось вообще как сверстана единственная но опять-таки же этот момент с длинными строками это фейл конечно очень длинные строки не забывайте что максимальная длина строки 750 и там тоже нужно размер шрифта тоже учитывать и еще мне очень понравилось здесь видео картинка в но то есть видео лайфстайл фотка лайфстайл и отдельно этот не знаю как-то ботинок не ботинок интересные фотографии работа с воздухом единственное тоже опять фейл до расстояние от по моему одинаковое выглядит вообще как будто здесь больше расстояния чем вот здесь и хотя заголовок явно вот к этим блоком относится но такие вот и на старуху бывает пророк и здесь такая же история меняется местами выглядит очень интересно сам storytelling рассказ про товары то есть как он показывается мы в прошлом выпуске вам показывал кейс про всякие наушники и powerbank и тому подобное что не просто обувь показывается здесь вот и обувь и лайфстайл показывается и вот еще и такой от интересный ховер эффект что все пойдем смотреть наши ботинки выглядит очень интересно свежо главное легко и но единственное здесь небольшие косяки с типографика из композиции но это уже мелочи следующий сайт следующий сайт это digital агентство очередное и главная фишка этого digital агентство в том что давайте зайдем просто с главного входа в него стратегии дизайн все просто blend эффект от скролла у нас меняется цвет из-за blend эффекта у шрифта тоже меняется цвет и здесь главная фишка о том как они показали работу мне очень понравилось если кликнем то перейдем вот так вот в работы и здесь смотрите плюс нажимаю листаю слайды с кейса иду сюда вправо листаю следующий кейс могу здесь полистать то есть вообще ничего лишнего просто огромные картинки все понятно смотрим что что здесь за кейс его здесь две всего картинки они абсолютно непонятны и самое главное что здесь есть привычный интерфейс как в папках то есть можно проекты смотреть так можно проекты посмотреть все вот так а можно просто что они будут табличкой ну по моему это потрясающе еще есть фильтр это очень удобно и ничего лишнего вот просто ребята это мы у нас вот есть такие кейсы на самом деле неважно сколько бы у них было кейсов даже если у них было их пять или четыре и такое представление абсолютно нормально было бы и есть и баут и контакты все что вам нужно знать реально что вот такие вот мы молодцы кто мы и как с нами связаться офигенно мне очень понравилась вот эта тема что можно по-разному выстроить структуру этих кейсов это сайт мороженого и здесь мне очень понравилась такая идея которая я где-то это уже видел но я рекомендую всем взять на заметку это очень прикольно потому что здесь сайт он поделен на две части как вы видите едва здесь он двигается с разных в разных направлениях то здесь поднимается вверх а здесь опускается вниз и это очень круто я где-то видел кейс рассказывающий по моему про какие-то сельхоз там где-то в восточной европе в какие-то сельхоз дела так он начинался вообще самого низу то есть он пролистывался до в самый низ автоматом и ты как бы с поля через из облака через там ну там в небо куда-то поднимаешься поднимаешься и все твое взаимодействие происходит но они по-другому то есть ты поднимаешься вверх а не опускаешься вниз это очень забавно здесь вот такая вот история что об и синхронизировались круто да и посмотрим зайдите в наш магазин find найдите то все короче про мороженое но здесь суть не в мороженом а в том как выстроен к приставлю представление контента то что он идет в двух направлениях это вообще очень интересно и постоянный такой интерактив этого даже это не параллакс ног очень явный такое явное смещение происходит это то что я хотел вам показать на этом сайте а здесь мне очень понравилось вообще я любитель такого европейского чистого дизайна когда все очень просто понятно и простой заголовок сушеное яблоко здесь она начинает закручиваться вот как все хорошо с нашими технологиями там бла-бла-бла и здесь изометрическая наша картинка мне очень нравится вот она такая блочная схема цвета как представленная информация просто все понятно такие вот иконочки даже можно засидеть и посмотреть то есть вот эти иконки да они заставляют присмотреться к ним прочитать что здесь написано очень очень здорово выглядит очень свежо и очень здорово мне очень нравится такие легкие аккуратные не перегруженные сайты и в конце давайте поговорим вот это при вот этот сайт это сайт такой промо от агентства hands где вам задают вопрос сколько вы не тех рук пожали в том году и сколько вам нужно но пожать как вам найти нужную ту руку вот и здесь такая вот загадка я на самом деле так и не нашел эту руку здесь нужно найти руку которая по моему стоит как описано вот здесь типа рука здесь только одна рука стоит и вам ее нужно найти если вы ее найдете напишите в комментариях но что вы нашли эту руку потому что я так и не понял где искать такое ощущение что она где-то здесь потому что влево уходит но больше экрана я здесь уже все пересканировал этим курсором но без результата надеюсь у вас будет больше успеха в этом деле и вы найдете эту руку но он довольно таки интересно да такое как промо что какая-то игра интерактив в котором можно поучаствовать посмотреть и он во первых концептуальный да то есть они обыграли свое название и из ситуации жизни да что мы что мы делаем с руками они вот не просто там что-то моем не моем они вот это показали через рукопожатие дальше идем у нас здесь кстати у них и сайт тоже интересно если вы зайдете на их сайт там тоже много интересного ну и самый главный эффект на главной страничке очень прикольный там если разбалтывать заголовок он там какой-то декаденс начинает происходить а здесь какая-то компания я так особо и я на самом деле не вникал что за компания но она рассказывает о том как она в 2019 году с уберегла планету от всяких там пластиков не пластика в общем короче они такие экологические ребята насколько они вот воздуха сэк сэкономили воды и чуть такое сейвинг фабрик весну ткани и тому подобное то есть вот какие мы молодцы мы очень экологичные ребята нас и и так далее в общем я мне очень позиционирую ну сказать мне очень резонирует не позиционирует резонирует идея о всяком этом экологическом активизме которую пропагандирует артемий лебедев в своих роликах я ну наполовину я с ним согласен короче слишком мне кажется много шума но это как этот шум это как волна и ей можно пользоваться то есть давать на серфинг и пользоваться ей потому что это будет поднимать тебя в топ это вообще максимально актуально круто но сайт не об этом сайт о том что сейчас я вам покажу здесь очень прикольно что scroll находится вот здесь сверху и сайт он горизонтальный я думаю вы видели такие горизонтальные сайты здесь вообще не о том как они какие они молодцы я просто хотел вам освежить ваше восприятие что можно информацию подавать в горизонтальном виде и это тоже очень круто такая как презентация собственно все что я хотел здесь рассказать не типографика и не иллюстрации здесь особо мне ну не интересны то как он сверст он просто хотел вам показать что можно выйти из привычного понимания вообще сайта строения и придать сомнению самый такой базовый или элемент взаимодействия это прокрутка вниз мы здесь просто начали крутиться в бок или как я говорил до этого вообще можно вверх крутиться это очень интересно я считаю а вот здесь мне понравилось это какая-то группа пелакси пелакси tracks и они выложили всю свою дискографию с 97 года вот можно посмотреть тут выбрать альбом у меня по моему да у меня уже здесь типа выбранный релиз а если мы зайдем просто на главную то чистый лист вот заголовочки по годам мне довольно таки необычно на самом деле смотрится что блок справа а информация подается слева это немножко ломает восприятие потому что мы все-таки привыкли что она как бы мышь слева направо и здесь получается должно что-то подключиться справа у нас уже есть статичный элемент мы как бы движемся вправо но нет вот пожалуйста здесь загружается вот такой-то альбомчик можно прочитать про каждый трек и где-то тут по моему еще можно их скачать она download можно скачать их песенки довольно таки интересно мне очень нравится простота все очень просто без всяких там намудрения нас там вот какие фотки и тому подобное вот все альбомы это мы это с какого года по какой вот все наши альбомы информация что еще надо ничего реально такой реалистичный взгляд на вещи мне очень нравится когда все прекрасно понимают что нахер никому ничего не надо из той информации которую хочется разложить реально нужно 30 процентов и эту 3 эти 30 процентов и выкладывают получается очень лаконичный классный интересный сайт и как я уже говорил он даже вызывает легкое чувство информационного голода потому что хочется немножко еще а нету и это очень сильно так торкает и привязывать к этому сайту к этому продукту идем дальше здесь какая-то буржуйская конференция по дизайну наш просмотр только где-то в брисбе брисбен брисбен powerhouse к очень интересная верстка мне здесь первое что мне понравилось цвета приглушенность всех цветов вы сейчас увидите и но сама верстка то есть вот эта сетка такое намек да то есть мы говорим про дизайн здесь все очень функционально все раз разлинил ну такая разлинил нивка или новка плочно 7 7 есть симметрия где-то симметрии нет и вот эти линеечки да они нам позволяют сэкономить место здесь походу какие-то то ли он сейчас онлайн идет то ли в твиттере просто какие-то сообщения приходят вот здесь экономится пространство с помощью этих блоков и очень интересно сверстана все здесь нет ничего насыщенного здесь даже смотрите каковар он очень ненасыщенный и мой любимый шум мои любимые какие-то потертости все такое какое-то как это приглушенная что ли да здесь нет нет глубоких цветов нет максимально белого нет максимально глубокого черного даже вот когда мы наводим она не становится яркой на остается вот какой-то такой тусклый что ли и это очень выглядит интересно это запоминается еще что я хотел вам показать здесь мне очень понравился вот расположение вот этих блоков когда у вас есть какие-то блоки но какие-то карточки очень интересно здесь выглядит смотрите здесь получается карточка она вот эта основная на больше вот этой половины и здесь они разложили получается 6 карточек вот в таком ключе даже если они у вас будут в половину вот этой карточки то их можно делать квадратными до квадратная карточка на основной блок можно так делать новость новость и как на сайте look at me там тоже все квадратиками а какие-то квадратики бац да очень большие и это очень интересный прием в верстке в плиточной верстке когда у вас вот такие вот плитки карточки выглядит очень интересно я считаю такое можно взять себе на вооружение но остальное просто посмотреть как сверстана как работает навигация рекомендую я надеюсь вы смотрите эти сайты переходите по ссылке самостоятельно их изучайте потому что смотреть за мной одно и что я рассказываю получить собственный опыт это совершенно другое идем дальше здесь у нас сайт по моему по моему да это сайт который помогает в монреале обосноваться иммигрантам то есть адаптироваться в для жизни в монреале здесь разные истории рассказано и очень много интерактива да вот можно посмотреть ее ну капец какой-то проще на проще нажать сюда что их здесь хотел показать мне здесь очень понравился эффект что ты как бы читаешь ведешь и читаешь получается прям но надолго залипаешь здесь они конечно молодцы что сделали то что он долго пропадает этот путь и вот тут получается такое чтение что здесь два слоя здесь не надо никуда скролли тут просто с курсором мышки вы раскрываете новый слой на этом сайте вот вам картинки вот вам промо блог вот вам инфоблог потрясающе ну и можно пойти дальше посмотреть и так понимаю еще другие истории здесь много интересных эффектов тренинг как все отгибается как все подсказывает что куда сейчас будет вести что как бы страничка открывается но тут я уже не понимаю что они мне предлагают но сайт сверст он очень интересно опять же статичная статичная картинка здесь скроллится у нас дальше идем я думаю точно возьмет сайт дня на следующей неделе узнаем можно ставки ставить а вот этот прикольный сайт вообще идея ребята работают но делают инновационные какие-то вещи то есть вы их приглашать их себе в бизнес и они смотрят как улучшить ваш бизнес на основе лего ну конструктора лего и здесь у них странно очень мне когда открывался сайт изначально там можно было в тут вы собираете начальстве фигурку это все со звуком и проходите дальше и здесь можно посмотреть посмотреть инновации open innovation почитать посмотреть но мне очень понравилось просто взаимодействие и вот такой такой такая верстка яркий элемент блок и потом ничего лишнего супер идем дальше здесь прикольно что обновляется практически каждую секунду текст и как будто получается бегущая строка на самом деле здесь просто обновляется название смещая на одну букву и получается такая бегущая строка здесь это сервис это вот первый десерт который я вам оставил в самом конце чтобы дайджест вы полакомились это сервис который делает плакаты генеративные на основе по моему данных о погоде в том месте где вы сейчас находитесь например ну посмотрим я вот честно хожусь магнитогорске знает где это магнитогорск россия окей да я подтверждаю и у нас идет загрузка у вас правда может быть такое как у меня что он с первого раза не прогрузился поэтому мне пришлось его обновить меня до этого был черный экран в общем он тут нам сделал магнитогорск они вот как-то так крутятся здесь нужно выбрать что у нас тут время скорость еще облака температура наверно давление не знаю что это но здесь нужно короче покрутить до нажать вот он нам подсказывает штука что нужно сделать а здесь четыре шага мы выбираем то есть но пускай жалко нельзя их еще крутить здесь и фотка города него локация все а вот теперь я могу перемещать отлично хочу сделать вот так чтобы было теперь здесь какие-то можно но он каждый раз разные цвета и здесь просто скролла мы выбираем блин ну вот это пятно для blend эффекта пускай вот сюда и теперь а ну все собственно все готово можно поделиться добавить в галерею этот постер довольно таки интересно забавный генератор можно себе в ленту добавить что-то какие-нибудь stories of вот наделать с этими плакатами у нас на канале в телеграме скоро выйдет еще один генератор плакатов он но я его не включил сюда потому что он не новый а этот сайт новый и интересный поэтому вот он сюда был добавлен тут тут куча разных как вы видите эффектов еще представлена можно скачать наш плакат который мы сделали дальше что у нас еще на заметки а сайт который я максимально рекомендую вам перейти и самим попробовать как и в седьмом дайджесте показывал такую историю это сайт это трейлер к опере вот как интересно да то есть это рассказ какой-то такой пролог для оперы и здесь очень много интересных вот таких моментов я щас нажму на play и мы плавно будем перемещаться и можем взаимодействовать пускать вот такие вот волны это все по красоте он у вас самом начале спросит какая у вас система но потянете ли вы много эффектов или у вас слабовата система это сейчас причем на низко на низких характеристиках но выглядит уже хорошо если честно я не особо вижу разницы я запускал на высоких но для дайджеста я сделал на низкий что мне ничего не зависло здесь он проходит то есть в начале down day mask night и такая вот история здесь можно все еще пока вы перемещаетесь можем так по сторонам оглядеться куча всяких рефлекс но этих какой рефлексов я почему-то извиняюсь когда записываю дайджест безумно волнуюсь и путаюсь словах поэтому все мои мои это просто из-за волнения я хоть и записываю уже тысячный ролик но я не перестаю волноваться когда готовлю контент для вас поэтому я надеюсь вы меня простите и будете благосклонны ко мне в этом плане но на этом друзья практически все по традиции я пожелаю вам удачи и пожелаю вам таких же макетов и наград сайты дня или сайт месяца сайт года премии fwa css awards design и тому подобное для того чтобы научиться такие сайты делать вам нужно очень много практиковаться и практиковаться на основе знаний что получить эти знания мое решение это приходить ко мне на обучение где мы лично я лично буду с вами заниматься в режиме реального времени мы будем делать подобные работы я буду вестись вести вас за руку на протяжении трех месяцев через все знания которые необходимы для создания интерфейсов как мобильных приложений так и сайтов к тому же у нас еще есть и анимация и 3d мне кажется это просто идеальный вариант на этом друзья я откланиваюсь успехов и до следующего четверга пока